шанти-шанти рф трекинговые палки trump tracking 140 ну то есть это по идее типичные китайские палки я их не трогал сейчас потрогаем девайсера для соединения мне ни разу жизни не пригодилась я думаю что вам тоже насадки для снега навинчивающиеся для сыпучих поверхностей песка ну или наоборот тоже навинчивающиеся в общем то они типичные про них сказать особо ничего на самом деле интересно что здесь есть в этой насадочки так как выбоина непонятно зачем но очень ладно заглушки опять же довольно обычные концентрические круги изнутри вставочка из металла тут сказать нечего значит конец с формой снежинки с чего он сделал заранее непонятно должен сразу предупредить что у дешевых а трамп относится скорее дешевым не то чтобы она на его но и ближе к нему дешевых палок это бывает сбивается о камнем у меня сплавовской на сейчас ушла в хибины гулять по моему до от этого ходила вокруг и на порно не сбилась там другая конструкция с пуклостью я думал что на вновь стесалось нет технически этот конец меняется в его феном разогреваете сдираете и на эпоксидку сажаете новый то есть просто должен предупредить что может быть этот наконечник сделан хуже чем более брендовых дальше довольно они толстые материал алюминий сплав тут заранее так не написан какой из механизм фиксации типичный вот эта подпружиненная байдула она при заворачивании себя фиксирует и можно немножко заранее подкрутить туда или сюда трубки как будто бы ровные как они себя покажут под нагрузкой мы предсказать не можем хотя слухи что все-таки более брендовых там итальянский палок материалы лучше максимальная длина заявлено 140 вот закрутим так чтобы слово стоп не было видно одну и вторую такой механизм требует ну чуть чуть большего времени может быть чем штативная фиксация но алка получается чуть-чуть полегче честно говоря они тяжелые тут как будто одна весят почти как две сплавовских моих трек маунты на лютал называются они но в принципе как мне показала практика при должной конструкции палок быстро изменять размер не нужно ручка прорезиненная резинопласт типичный обычной высота для ровной местности обычно как настраиваются вот руку под 90 то есть для меня даже с запасом чего мне здесь не хватает это прорезиненного верхнего сегмента для чего нужен темляк темляк кстати из очень толстой тряпки толще чем у того же сплава маунты на лют что наверное скорее хорошо то что он весь перекручен это опять же получится ли вы раскрутить кстати мне кажется на один раз лишний перекручен теоретически его можно отсюда достать в принципе можно просто забить и привыкнуть к этой перекрученности придет он сюда достается хватать голой рукой вот эту резину ну так себе на самом деле обрезину скорее мозоли на трусы плюс она скорее все опять же станет более скользкой со временем пена в этом смысле лучше и пена как кора пробку дерева или пена как пена значит почему тут плохо что нету хвата снизу утолчение типичная до которая стопорит всю эту конструкцию когда шел в тех палках вверх я просто хватал вот так вот и вот так я шел палка нужно короче не регулируя когда я шел вниз я шел опираясь на нее вот таким образом в принципе если честно вам нужно реально нужна одна палка две палки в большей части горных ситуаций вам не помогает вам проще идти опираться на одну одной палкой оперировать до или там ухватившись за одну палку двумя руками как-то выпендриваться вверх это еще жму она что-то кстати гуляет почему интересно неужели здесь шок абсорб стоит какой-то сейчас мы это посмотрим антишок слушай прикольно то есть да она вот нагрузку в себя по идее берет но я вот сейчас вот так вот толкаясь толкаюсь это пружина почти не срабатывает то есть она не крадет мою энергию при отталкивании значит при ходьбе используя палок как палок для скандинавской ходьбы то есть толкаясь да тогда реально две палки вам помогает и на высотах там типа 34 где еще можно идти быстро они вам прям прям способствует в принципе даже одна работает но все-таки лучше брать 2 этого шок абсорб есть на хрена он нам нужен в горах я честно говоря не понимаю не хватало моей обычный какой алюминий здесь сказать тоже нельзя минус то что нет нижнего хвата и честно говоря его нет в большей части модели и все модели где нет нижнего хвата для меня не являются выбором ценник не знаю если они стоят примерно как самый дешевый сплав да я бы все равно может быть залпы сплав если они стоят дешевле то вполне нормально то есть вот эти палки по качеству не хуже может быть и лучше того что продают на треках того же не пола и треки не пола них как не один раз проходят абсолютно точно не выбор редакции брать с осторожностью меня сильнее всего била вот эта перекрутка темляка мне кажется в один раз лишний перекручен потому что если мы его натянем хорошенько и будем брать то вот ведь вот здесь поворота могло бы и не быть а так он мне врезается в руку своей достаточно плотной тряпки